О ледовой обстановке на Печоре, инициативном бюджетировании и поддержке предпринимателей накануне шла речь на оперативном совещании при главе региона. По традиции заместители губернатора отчитались о проделанной работе в подведомственных им сферах и об исполнении поручений. По данным космосъемки, ледоход на Печоре закончился. Его голова вышла в Печорскую губу. На контроле остается паводковая обстановка. Об этом главе региона доложил его заместитель Сергей Боенко. На сегодня мы имеем по всем населенным пунктам по Печоре устойчивый спад, кроме Великовисочного, где по итогам нулевых соков все-таки на 12 часов плюс 1 сантиметр пришел. По верхним течениям УСА, КОЛВА, паводковые процессы приостановились в связи с низкими температурами, но на 14.30 информация пришла, что по Хариверу начался ледоход. На контроле также остается и Харивер, и Харута, потому что при резком таянии, я думаю, что и району надо отслеживать эти населенные пункты по подъему уровня воды. Говоря о прохождении паводка на территории Великовисочного сельсовета, губернатор округа напомнил о недавней поездке в муниципальное образование. Тогда Александр Цибольский сделал ряд замечаний относительно охранения дров, угля и подготовки дамб. Ситуация, честно говоря, нерадужная на тот момент. После этого, по крайней мере, по тем фотографиям, которые я получил по вашим докладам, ситуация исправлена. И противопаводковые заграждения сделаны вроде бы в том виде, в котором они должны быть. И уголь оградили, и часть дров напилили для населения. И в целом можно считать, что работа сделана. Первая ваша задача – проследить качество этих работ. Действительно ли это все то, что сделано, представляет собой действительные меры по безопасности, или это просто театр безопасности, который нам создали в виде декорации? Это первое. А второй вопрос, который меня волнует, может быть, еще больше, это все-таки вопрос о том, что кто виноват в том, что непосредственно перед паводком это все не было сделано в том виде, в котором это должно было быть сделано. И здесь я бы хотел, чтобы мы не искали, самое главное, виновных среди обычных работников участка среди жилком сервисе, а спрашивали с руководством, которое это допустило, Олег Евгеньевич. Это, так сказать, вы понимаете, что это совместно. Еще одно поручение губернатор округа адресовал в том числе Департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. У нас начинается, уже начался активно строительный сезон. Я прошу вместе с Департаментом сейчас максимально активизировать контроль над строящимися объектами. И в части своевременности поставки материалов, это скорее у антинвекторного департамента, по каждому из объектов у вас составлен, насколько я знаю, четкий план работы со сроками и с исполнителями. Значит, очень важно, чтобы любые срывы строков вы вовремя докладывали, причем прошу докладывать прямо мне по всем направлениям. Если где-то мы видим, что начинается отставание от графиков, значит, реагировать незамедлительно, чтобы у нас не было таких проблем, как у нас сейчас есть в Доме Дамы. А Государственного надзора, соответственно, надо включиться и контролировать качество работ, которые производятся. В ходе оперативного совещания глава региона также напомнил своим заместителям о необходимости оперативного реагирования на обращения жителей округа, которые поступают на портал «Народный контроль». По словам заместителя губернатора Михаила Васильева, больше всего просрочек по ответам у администрации города. Из 21 обращения 18 не получили своевременного ответа. Ирина Никишина, Антон Водряков, Телеканал «Север».